Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня постараюсь ответить на ваши вопросы и расскажу о том, как нарастить сухую мышечную массу. Это совет для тех, у кого есть проблемы и кто быстро набирает жиры. Несколько таких очень простых приемов, о которых вы все знаете, но которые действительно помогут вам в том, чтобы нарастить мышцы без жиров, без того жира, который будет мешать эстетике и всему прочему. Во-первых, меняем свой рацион питания. О чем именно получается вот в этом разделе хочу сказать именно о вечернем рационе питания. Углеводы это энергия, белок это строительный материал, поэтому есть огромное количество вот таких вот людей, которые очень сильно осторожничают, зная все эти нюансы, начинают до минимума сокращать абсолютно все и организм находится в определенном таком вот дефиците. Надо учитывать потребности организма. Будьте внимательны, внимательны помнить о том, что если это углеводы днем, то это энергия, если это углеводы на ночь, то это обязательно жиры. Что очень важно, то что получается есть неоспоримый факт, что ночью организм усваивает белки и происходит рост и восстановление мышечного волокна. Поэтому вечером рекомендуется творог, яичный белок, грудная, куриная грудка, овощи, фрукты. Следующим советом это тоже банально и просто, но исключить из своего рациона жиры, животные жиры. Я не говорю о том, чтобы радикально исключать, но, к примеру, те люди, кто по своей структуре очень хорошо усваивают и откладывают жиры, постарайтесь избавиться, к примеру, исключить из своего рациона свинину, жирное, вообще, в принципе, мясо, сливочное масло. Использовать необходимо, получается, именно то мясо, которое является таким лишенным, получается, жиров, не стесняйтесь убирать жиры с того мяса, которое вы кушаете. Постарайтесь, что очень важно, исключить вот все эти полуфабрикаты, такие как сосиски, там, колбасы, все возможны, потому что они просто напичканы огромным количеством жиров. Исключите из рациона быстрые углеводы. Это огромная проблема для тех же сладкоеж. Уберите сахара, все сладости. Быстрые углеводы – это значит быстрое отложение жиров, жиров, которое откладывается очень быстро, и очень тяжело от них избавиться. Не мне об этом вам говорить. Исключаем, к примеру, ту же мученую продукцию, тот же картофель. Лучшими углеводами являются гречка, это рис, это овсянка, это овощи и это фрукты. Для того, чтобы все это было эффективней, как один из таких советов – добавьте легкую такую пробежку в вашу разминку. Это тоже будет дополнительно таким стимулятором жиросжигания, и результат будет действительно эффективным. Единственное, что сразу нужно оговорить в тот момент, что если вы находитесь на наборе, то бегать вам рекомендуется не более тех же 10 минут, потому что иначе вы так мышечную массу не наберете. Следующим таким советом является это периодизация нагрузки, что под этими словами имею в виду. Во-первых, периодичность в том, чтобы, получается, если это у нас нагло массы 4-6 месяцев, то затем после этого получается где-то 4-8 недель – это суша. Такой режим и такая работа доказала свою эффективность использоваться огромным количеством тех же знаменитых атлетов. Несколько простых советов, но которые, наверное, помогут начинающим спортсменам. Если этот ролик был вам интересен, полезен, задавайте свои вопросы. Вы можете дополнить мои слова в комментариях под видео, поделитесь какими-нибудь интересными источниками. Я буду только рад, если это будет какая-то даже доказательная статистика и медицина, за это вообще благодарен буду. Подписывайтесь на канал, ставьте класс, делитесь этим видео в социальных сетях. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok